Здание у детской художественной школы более 35 лет. Это единственное учебное заведение для детей и подростков, на базе которого можно получить художественное предпрофессиональное образование. В прошлом году впервые здесь был проведен капитальный ремонт. В этом уже в стадии завершения работы по благоустройству прилегающей территории. Теперь она впервые сможет похвалиться удобными парковочными местами и новым современным видом благодаря республиканской программе капитального ремонта образовательных учреждений. К новому учебному году уже все работы будут выполнены, включая ремонт соколя, ремонт входной группы, которая также входит в объемы этого года. Объемы работ говорят сами за себя. В рамках программы развития общественных пространств в Чистополе на глазах преображается центральная площадь. Если совсем недавно сложно было представить ее новый образ, то уже сейчас реализация проекта близится к завершению. Теперь вместо парковки у горожан появится новый сквер со скамейками и деревьями. Обнаруженный во время работ фрагмент старинной брусчатки станет музейным экспонатом под открытым небом. Сейчас над этим работают специалисты. Приступили к благоустройству и дорожники. На проезжей части улицы Ленина ведется капитальный ремонт. Будет в этом году улица Ленина с двух сторон асфальтироваться. Там достаточно места для параллельной парковки. Парковочные карманы мы оставляем также. В дальнейшем мы будем рассматривать какие-то парковочные места рядом, где у нас снесенные здания. Это будет рассматриваться. В дальнейших планах вторая очередь строительства центральной площади. Благоустройство стадиона. В следующем сезоне ожидается обновление парка в микрорайоне Мельничной площади и строительство нового сквера возле автовокзала. В этом конце я закрепляю, чтобы от этого тоже у меня не поднималось. Илья Патыев делится секретами гелиоширования. Эту технику он начал осваивать совсем недавно. Очень увлекся процессами и уже делает успехи. Работы его побывали на различных выставках и привлекли внимание многих мастеров. Такое ажурное выжигание на ткани позволяет создавать настоящее произведение искусства – декоративные салфетки, элементы гардероба и даже картины. Нравится этим заниматься? Интересно? Да, интересно. Нравится. Самое на все надо терпение, самое главное. А, все-таки терпение надо? Терпение надо. Где только начнешь, везде терпение надо. Если уже начнешь нервничать, терпение уже село, ничего не получится. Выложу все, спокойствие, вот спокойствие, на что-то на все. Присноровись, вырезай. Ты немножечко растенеешь. Вот. Сам Илья Михайлович проживает в Чистопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Юлдаш», так же, как и Таскирасу Муткина. Они оба приехали сюда из других интернатов. И именно здесь, занимаясь арт-терапией, раскрывают свой творческий потенциал. Я получаю огромное удовольствие. Получаю. Ну, в основном-то, сказать, работа не тяжелая, но я осваиваюсь быстро. Потому что я по себе занимаюсь творчеством. У меня все идет, все быстро, как полотно. Удовлетворение. То, что они и сами это могут сделать, да. И они же, как сказать, они же могут показать, посмотри, вот что я сделал. То есть они друг перед другом как-то это возносятся, да. То есть душа-то поет, когда я что-то на что-то способен, что-то я могу. А обучил их выжиганию на ткани воспитатель Людмила Замалединова. Она владеет многими видами техники и с удовольствием делится знаниями со своими подопечными. Для геляширования не нужно приобретать дорогие профессиональные инструменты. Это и привлекло ее внимание. Для создания эффектных подделок достаточно иметь самодельную рамку, кусочки синтетической ткани и старый выжигательный аппарат, который еще у многих хранится в кладовках. Вот как раз-таки опять все это ретро, все связано с ретро-терапией, терапией воспоминаний, все, что им очень это нравится. То есть это полезное занятие? Очень, очень полезно. Во-первых, мы развиваем мелкомоторику рук. Сами, наверное, уже знаете, что при работе с мелкомоторикой рук у нас это напрямую связано с мозговой деятельностью. Мастер-класс по гельяшированию был представлен в Казани. Такой обмен опытом состоялся во время подведения итогов республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучший работник организации социального обслуживания». Сотрудники дома-интерната «Юлдаш» в разных номинациях стали призерами этого конкурса. Каждое утро перед работой Татьяна Ганединова проверяет свой сад. Сейчас, в самый разгар лета, очень важно уберечь все зеленые насаждения от возможных заболеваний, потому внимание требуется абсолютно всем растениям. Особая любовь у Татьяны – это виноград. Начиналось все с четырех кустиков. Незаметно обычный интерес к этой ягоде перерос в серьезное хобби. Сейчас у Татьяны созревают более 20 сортов винограда. Восемь лет понадобилось для того, чтобы вырастить вот такой виноградник. Я люблю все сладенькое, конечно. Виноградное увлечение, конечно, меня затронуло больше всего. И увлечение растет, и растет. То есть это можно назвать вашим хобби? Да, наверное, растениродство – это мое. И как жаль, что я в Аганонном училище когда-то не поступила и не училась там. Чтобы питание пошло в ягоду, вот производим чеканку. Вот эти побеги мы обстригаем. Войти в азарт помогло знакомство с местными виноградарями. Волей судьбы наставником Татьяны Ганединовой стал Владимир Кузнецов, основатель в Чистополе клуба виноградарей. Именно он стал подсказывать секреты выращивания этой ягоды. Сегодня Татьяна – активист клуба. Участвует в конференциях, общается со своими единомышленниками, изучает новые сорта винограда. Самый любимый сорт какой? Айказия. Кислый еще. Работает Татьяна Ганединова оператором компьютерной верстки в Чистопольском филиале Татмедиа. Ее собственные рубрики о растеневодстве можно увидеть в газете «Чистопольские известия», на сайте «Чистополинформ» и в социальных сетях, в том числе в личных аккаунтах. Блогерством она увлеклась совсем недавно, но уже сейчас имеет солидное число подписчиков. Татьяну Лейку, такую у нее псевдоним, узнают на улице и часто спрашивают совета, в том числе и по уходу за виноградом. План работы он уже с весны. Начинаем открывать виноград, сразу обработка идет, уже планово идут профилактические работы, то есть через каждые 10-14 дней я чем-то его обязательно обрабатываю. Азартное вообще это увлечение? Очень азартное. Есть немножечко дух соперничества. Хочется переплюнуть своего учителя немножечко. Есть такое, конечно. Семья поддерживает Татьяну. Большую нагрузку по хозяйству берет на себя муж, чтобы у нее было больше времени на свое хобби. В огороде растут клубника, дыни, томаты, привитые разными сортами, плодовые деревья и множество других культур, которые тоже выращены с душой. Всем же начинающим виноградарям Татьяна Ганединова рекомендует никогда не сдаваться и смело экспериментировать. Результат не заставит себя долго ждать. Чувство удовлетворения есть? Конечно. Даже чуть-чуть чувство гордости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова